Девушки отдыхают 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 или просто сумасшедший? Чего он хочет? И, наконец, почему в качестве угрозы он выбрал именно это место, собор святых Петра и Павла, императорскую усыпальницу? На все эти вопросы предстояло найти ответы. Ответов пока не было. В служебной комнате у монитора камер слежения Злобин выслушивает подробный доклад сотрудника вне ведомственной охраны Игоря Голланова. Голланов прибыл в крепость для проверки постов в 15 часов 30 минут. В соборе, где в тот момент находилось много посетителей, все было в порядке, и Голланов уже собирался идти дальше, как вдруг его кто-то сильно дергает за рукав. Он останавливается и видит перед собой незнакомого человека. Незнакомец на костылях, у него нет правой ноги. Они смотрят друг на друга, и Голланов понимает, что здесь что-то не так. Короткая пауза, после которой человек протягивает Голланову записку и выдавливает из себя слова. «Я террорист! У меня за спиной 5 килограммов взрывчатки. Сейчас этот собор взлетит на воздух!» Голланов видит, как неуверенно террорист стоит на костылях. Если он сказал правду, то взрыв может произойти в любую секунду. Голланов подключает к переговорам своего сотрудника, сержанта Галину Кузнецову, которая в этот день дежурила в соборе. Вместе им удается уговорить террориста пройти с ними в небольшую комнату в пикет. «Да, он предупредил о том, что двигаться к пикету нужно очень осторожно, иначе может взорваться». С первых же минут ни у Голланова, ни у Кузнецовой не было сомнений в том, что за плечами человека на костылях, назвавшего себя Юрием, не муляж, как это часто бывает, а настоящая бомба. «У него был рюкзак больших размеров и довольно-таки тяжелый. Но опять же, я говорю, что волнение выдавало его очень сильно». «При каждом открывании двери, при каждом шорохе он вздрагивал, он очень нервничал, очень нервничал». По требованию террориста Игорь Голланов покидает пикет, и в пустом соборе остаются двое – террорист и в качестве заложницы сержант Галина Кузнецова. Письмо, которое террорист передал Голланову, начиналось словами. «Я изготовил мощное взрывное устройство и намерен взорваться в императорском склепе». Из общего тона письма следовало, что человек решил умереть, и сделать это он намерен именно в этот день, и именно здесь, в царской усыпальнице. На словах он заявил, «Я не император, но тоже хочу быть здесь похоронен». Кузнецова попыталась возразить Юрию, что это невозможно. «А он так ухмыльнулся и сказал, «Ничего, говорит, нас вместе будет отскребать от этих стен, то есть меня и его». Из рассказа Игоря Голланова и уже упомянутой записки следовал вывод – в соборе Петра и Павла находится не просто террорист, а самоубийца – Камикадзе. Проанализировав информацию, Злобин делает одну, но весьма существенную поправку в ход операции. И в 16.30 к месту событий прибывает дежурная группа захвата. В ее состав дополнительно включен снайпер Сергей Уваров. «Это был не мой день, дежурила другая группа. Меня просто прихватили по дороге. Крайне необычная ситуация. То есть она рассматривалась как крайне сложная». Логика полковника Злобина была проста. Если в соборе действительно засел террорист Камикадзе, то есть человек, готовый умереть и уже сделавший для себя этот выбор, то для спасения собора и жизни заложницы должен прозвучать всего лишь один выстрел – выстрел на поражение, исполнить который мог только супер-снайпер. А потому по замыслу Злобина именно Сергею Уварову и предстояло сыграть в этой операции главную, роковую для террориста роль. Мне показали окно, это было крайнее окно. И уже минут через три я занял позицию и очень четко видел абсолютно его плечо и руку, на которой была намотана веревка. Уваров по рации докладывает Злобину, что цель обнаружена. Но террорист держит шнур в натянутом состоянии и даже самый удачный выстрел не решит проблем. Необходимо, чтобы террорист хотя бы на долю секунды ослабил шнур. А главное – сдвинулся с места, так, чтобы в снайперском прицеле появилось не плечо, а его голова. Он сидел неподвижно. А я держал пальцы на спусковом крючке и ждал, когда он поднимется или немножко качнется влево. Мне нужно было, чтобы он сдвинулся с бедров на 10-15, не больше. Как правило, затяжка времени работает на усыпление бдительности террориста. И очень часто такой метод дает положительный эффект. Но тянуть время в данной ситуации становилось опасно. Риск был слишком велик. Судьба исторического собора висела на тонком шелковом шнурке и находилась в руках человека, действия которого были непредсказуемы. Поэтому Злобин принимает решение идти на переговоры с террористом и исчезает в таинственном полумраке собор. Через несколько напряженных минут ожидания требования террориста становятся известны. Он представляется Злобину как житель Петербурга, Юрий, и настаивает на том, чтобы ему немедленно был предоставлен прямой эфир радиостанции «Балтика». Юрий желает обратиться к народу с сенсационным, как он утверждает, заявлением. В противном случае собор будет взорван. Злобин успокаивает террориста, но тот ведет себя слишком нервно. Находящаяся в пикете Галина Кузнецова замечает, как во время их разговора террорист почти непроизвольно подергивает и без того уже натянутый шелковый шнур. То есть этот шнур был постоянно натянут, но мне казалось, что он ее натягивает все больше и больше. Петропавловский собор может взлететь на воздух в любой момент. Злобин возвращается на площадь и отдает приказ удовлетворить требования террориста. 16 часов 45 минут. Злобин выходит на связь с радиостанцией «Балтика» и лично ставит задачу перед ведущей прямого эфира Верой Писаревской. Мне важно только одно, чтобы он встал и сделал хотя бы шаг к выходу. Конкретно объяснили, что человек как бы на протезах инвалид, что у него взрывное устройство, что в одной руке он держит шнур, и что для того, чтобы каким-то образом изъять из его рук это взрывное устройство, нужно постараться сделать так, чтобы он привстал и сдвинулся с места, потому что когда он встанет, а он на костылях, вот, он что-то отпустит. 17 часов 5 минут. Началась самая напряженная часть операции. Диджей Вера Писаревская вступила в диалог с террористом. Непростая ситуация, потому что в экстремальных условиях человек попросил слово, попросил его предоставить в прямом эфире нашей радиостанции. Он сейчас находится в Петропавловской крепости. Юра, вы меня слышите? Да, да. Мы, как вы и хотели, в прямом эфире. Впервые в истории Петербурга голос террориста прозвучал в радиоэфире. Но это вовсе не означало его победы. Это была борьба. Борьба, у которой свои законы и жестокие правила. Я хотел вам всеуслышание сообщить всей стране одну неприятную информацию. Я располагаю видеокассеты. Юра, вас не очень хорошо слышно. Перед Верой Писаревской была поставлена задача заставить террориста сдвинуться с места. Расчет был сделан на то, что увлеченный разговором в прямом эфире он хотя бы на мгновение потеряет бдительность. И при малейшем передвижении с телефонной трубкой, да еще и на костылях, он вынужден будет отпустить или ослабить шнур. И тогда сработает снайпер. У меня с самого начала рация была включена. И я весь их разговор слышал полностью. Крайне необычный случай. Обычная цель не мая. Ты не знаешь, что он там делает, что он там будет. Думай себе. А тут все как в телевизоре. Юра, вас не очень хорошо слышно. У меня есть видеокассета с фильмом «Кавказская пленница». Дело в том, что этот фильм шел в ночь перед последними президентскими выборами и записан был прямо с экрана телевидения. Юра, вас не очень хорошо слышно. Постарайтесь, пожалуйста, подойти, как-то сменить положение. У меня есть видеокассета с фильмом «Кавказская пленница». Он записывался по просьбе одного товарища прямо с экрана телевидения. Нет, слышно вас в эфире не очень хорошо. И это легко установить, когда он снимался, потому что там в середине фильма экстренный выпуск новостей прошел. Ну, там и число объявляется. Так вот, выяснилось, что при показе этого фильма был использован метод, называемый эффект 25-го кадра. И на протяжении всего фильма там, ну, незаметно простому глазу, только при медленной прокрутке видно, идет плакат «Голосуй за Ельцина». Теперь уже не только участники операции по обезвреживанию террориста, но и огромный город. Все его жители были вовлечены в происходящее. Здравствуйте. Чрезвычайное событие произошло сегодня вечером в Петербурге в Петропавловском соборе. Операторы «Информ-ТВ» оказались единственными, кто смог снять все перипетии этого происшествия. Их репортаж сейчас готовится к эфиру. Событие в Петропавловской крепости взбудоражило город. И теперь все ждали развязки. Какой она будет? Либо с террористом удастся договориться, либо он устроит обещанный грандиозный фейерверк, взорвет себя и Петропавловский собор. Реальный исход этой драмы зависел сейчас только от двух людей. Голос одного из них, ведущей радиостанции Балтика Веры Писаревской, слышал весь Петербург. О существовании второго, снайпера Сергея Уварова, который готов был в любую секунду поставить точку в этой уже слишком затянувшейся истории, не догадывался никто. И даже Вера Писаревская не знала, зачем и для чего на самом деле она так настойчиво пытается заставить террориста сдвинуться с места. Чем это закончится, это была как бы первая задача, чтобы это все закончилось бескромно и чтобы ему помогли, его спасли. Юрий, Юрий, если вы хотите, чтобы вас услышал весь город, вам нужно немножечко сдвинуться, вас плохо слышно, у нас идут наводки технические из-за того, что у вас играет громко приемник. Я вас очень прошу, попробуйте каким-то образом переместиться, у нас идет свист. Жуна из, конечно, грамотно работала. Было понятно, что она вот-вот его поднимет, ну а дальше уж моя работа, мой выстрел. Слышно вам хорошо у себя там в склепе, только потому, что вы там находитесь? Подождите, я сейчас попробую позвонить с другого телефона. В мониторе через камеру отслеживания было хорошо видно, как террорист встал, а персианок из тыли выпустил из рук шнур и вышел под выстрел снайпера. Но выстрела не последовало. Я спрашиваю, в чем дело? Он же встал! Почему не стреляешь? Где выстрел? Я... Я его приятный! Мы, к сожалению, пока не можем объяснить, что происходит. Расскажем немножечко попозже. Наберитесь терпения. Было очень страшно. Просто невероятно страшно. И вот, когда разговор завершился тем, что там просто тишина и оборвалась связь, просто как бы замерли и ждали звонка с нетерпением, потому что он просто не знал, что делать. Или там этот человек погиб, или Петропавловской крепости больше не существует. И кроме него там же находились еще какие-то люди. Голос террориста исчез из эфира. Группа захвата ринулась в собор. Через минуту все было кончено. Террорист был обезврежен. Угроза взрыва собора миновал. Но для всех участников операции оставалось загадкой, почему суперснайпер Сергей Уваров впервые в жизни не выполнил приказ. Я, конечно, видел, как он встал, поднялся и уже на сто процентов был моим. Но тут что-то как-то что-то внутри сработало. И тут я видел лицо лицо Артура. В перекрестии снайперского прицела Сергея Уварова был его давний друг, бывший сотрудник Петроградского РОВД Артур Елисеев. Здание Петроградского РОВД. Отсюда до Петропавловской крепости несколько минут пешком. В начале 80-х здесь начинали службу двое молодых парней. Оба после армии, оба пришли работать в органы с естественным до юности желанием показать себя героями. В те времена душой и лидером любой компании был Артур. Он всегда был первым. Высокий, отзывчивый, надежный. Однажды во время рукопашной схватки с преступником он был ранен, после чего по состоянию здоровья переведен в кинологический отдел. Но по утверждению многих и работа кинолога была для Елисеева в радость. А Сергей Уваров в это время переводится в только что созданный отряд милиции особого назначения. И у него тоже все получается. Он лучший снайпер подразделения. Жизнь складывается удачно. Друзья продолжают встречаться, правда, гораздо реже. Потом с Артуром случается несчастье. Он попадает в больницу, где по оплошности врачей ему вносят инфекцию, после чего ампутируют правую ногу. Теперь он инвалид, и прежняя активная жизнь становится для него невозможной. Артур живет в коммуналке на улице Большая Зеленина. Он разведен, у него нет семьи, нет денег, нет любимой работы. Время от времени он звонит друзьям, но у каждого из них своя жизнь, в которую Артур со своими новыми проблемами уже не вписывается. Кому какое дело, да без многого коллеги. Для самолюбивого человека, лидера и заводила, каким все знали Елисеева, это было настоящей трагедией. Мы довольно часто раньше встречались. Потом у меня была командировка, еще до болезни его. А последние два года мы практически не виделись. Я даже не сразу его узнал, он сильно изменился. Но я всегда знал его как нормального, абсолютно нормального человека. За эти годы Елисеев как человек не изменился. Но ненормальной стала жизнь, которой он после выхода из больницы так и не смог приспособиться. Жестокие нравы царили повсюду. Карьера, погоня за деньгами, звездочками и регалиями многих его бывших приятелей, а порой откровенное предательство по отношению к профессиональному долгу вызывали в Елисееве отторжение. Он продолжал жить прежними идеалами. И тогда Елисеев придумывает себе подвиг. Он решает выступить против власти, в которой и видел причину всех бед. На рынке и в ближайшей аптеке он покупает все необходимое для изготовления пороха и сооружает бомбу. Находит патроны и запал от гранаты, к которому и был привязан шелковый шнур. Местом действия Елисеев выбирает Петропавловскую крепость, собор святых Петра и Павла. Ну, собор был выбран, чтобы именно быть замеченным, чтобы не получилось так, чтобы меня затерли. Поводом к террористическому акту для Елисеева становится видеокассета, которая будто бы случайно попадает в руки инвалидов. Елисеев воображает себя обладателем, как ему кажется, сенсацией. На кассете с фильмом «Кавказская пленница» есть так называемый 25-й кадр с плакатом «Голосуй за Ельцина». Этот фильм был показан в эфире в самый канун президентских выборов 96-го года. 25-й кадр по убеждению Елисеева действовал на подсознание, а значит все телезрители, смотревшие любимый в народе фильм по телевизору, были подвержены гипнозу. Правда, по признанию Артура Елисеева, никакого плаката на пленке сам он не видел, но нелепый вымысел с 25-м кадром перерастает в его сознании в идею. Народ, проголосовавший за Бориса Ельцина, был обманут, провозгласив себя жертвой несправедливости власти и назвавшись Юрием, Артур вносит бомбу в собор. Как бывший сотрудник милиции, он знает, какие именно методы будут применять против него органы, как будет действовать группа захвата. Елисеев просчитывает все, в том числе и работу снайпера. И как аргумент против снайпера, он на протяжении нескольких часов держит шнур в натянутом состоянии. Я сразу продемонстрировал и само взрывное устройство, намотал его на кулак в случае если бы меня убили, падая, я бы все равно привел механизм в действие. Я это всем демонстрировал, сам показывал, что произойдет, если там, допустим, меня неожиданно снимут. Странная дуэль в крепости между двумя старыми приятелями длилась несколько часов. Один держал палец на спусковом крючке, другой натягивал шнур. Трагическая развязка этой истории не произошла лишь по чистой случайности. Смерть от пули бывшего сослуживца была для Елисеева практически неминуемой. Я, конечно, видел, как он встал, достаточно далеко отошел от рюкзака, но вот увидел его лицо, что-то такое сработало чисто визуально. А если бы, конечно, он по-другому как-то все сделал, встал бы ко мне затылком, спиной, то было бы так же, как было всегда. Я бы его снял. Хороший парень, нормальный. В общем-то, другой на его месте бы сделал вид, что-то незнакомо. Уваров не только узнал Артура Елисеева, но за мгновение, отпущенное ему на выстрел, успел понять главное. В том, что произошло, есть и его вина. Вина человека, который тогда, еще два года назад, должен был протянуть руку помощи, но не сделал этого. Этот день стал роковым для обоих. Артур Елисеев прямо из крепости был припровожден в родное для себя здание Петроградского РОВД, где и дал первые показания. Затем был осужден и теперь отбывает наказание. Когда-то Артур нарисовал эту картину. Таким ему увиделся дьявол. Дьявол, который затем и сыграл с ним роковую шутку. В тюрьме Елисеев пишет книгу о себе и о своем поступке, в совершении которого не раскаялся и по сей день. Я просто психологически не способен раскаиваться. Наоборот, моя жизнь даже стала интереснее после всего этого. Сергей Уваров пережил эту драму по-своему. Он подал рапорт и был уволен со службы. Лучший снайпер не выстрелил, не взял на себя греха, но впервые стал виновен перед товарищами, которые в тот момент рванулись в собор. Для них молчание Уварова было равносильно его промаху. Ну, если я один раз не сработал, то это уже все. Снайпер это такая работа, что ты должен всегда попадать. Вот уже два года прошло с тех пор, как Сергей Уваров поменял место работы. Теперь он продавец в оружейном магазине. Любовь к оружию часть его прежней профессии. Она остается. Но стрелять из этого оружия он уже не будет никогда. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ